Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня я бы хотела поговорить с вами о первых наших хлопотах на огороде, которые связаны с посевом самых ранних овощей и зелени. Естественно, все знают, что самая первая холодостойкая зелень, самый первый овощ, который мы выращиваем, это редис. Имеется огромное количество сортов, которые отличаются и сроками созревания, и окраской, и вкусом. Но, на мой взгляд, наиболее скороспелыми являются такие сорта редиса, и они наиболее подходящие именно для весеннего сева, как французский завтрак, дуэт, жара, алекс, очень хороший сорт. Попробуйте высадить их в своем парничке. Также я всегда выращиваю в ряду самой первой зелени рукколу. Под видом рукколы выращиваются два различных растения из семейства крестоцветные. Одно из них называется настоящей липосевной рукколой, или индау она еще также называется. А вторая из них называется научно двурядник тонколистный. Также она еще может продаваться под названием как дикая руккола, либо многолетняя руккола. По вкусу эти растения очень схожи, но несколько отличаются по своей агротехнике. Если руккола, которая индау, или обычная пассивная руккола, является растением непосредственно короткого дня, при удлинении светового дня она очень быстро переходит к цветению, лист у нее становится горьким, невкусным, и мельчает очень сильно, то руккола, которая является якобы многолетней, хотя на самом деле она многолетней является только при очень теплой и мягкой зимовке. Вот этот вид, он растет практически все лето и способен давать зелень все лето. Единственное, что следует выбирать более молодые части этого растения для употребления в пищу. Ну, также из любимых мною растений для первых весенних салатов является листовая горчица. Про нее я несколько ранее рассказывала на канале про цветок. Также очень часто высевают такое растение семейства крестоцветное, как крест-салат. Но это растение, так же как и руккола однолетняя, является растением короткого дня. При удлинении светового дня оно очень быстро переходит к стадии цветения. И на самом деле, на мой взгляд, крест-салат лучше использовать для получения проростков либо микрозелени. Тогда это растение действительно раскрывает полностью свой потенциал, и оно является наиболее вкусным. В ранние сроки, несмотря на то, что еще возможны возвратные заморозки, и температура даже при наличии пленочного, либо более надежного укрытия, еще может опускаться до небольших минусовых температур, порядка минус 5 градусов, можно выращивать такое растение, как мизуна или японская капуста. Это тоже очень ранняя зелень. Первый урожай мизуны можно собирать спустя 20-25 дней с момента посева, поскольку всходит она при температуре почвы около 5 градусов буквально на 3-4 день. То есть это очень быстро растущее растение. Кроме того, после обрезки мизуна образует дополнительные листья. То есть это очень удобное в культуре растение. Также я всегда выращиваю пекинскую капусту, но не стандартную пекинскую капусту, которую мы привыкли выделить в кочанах. Есть такой сорт пекинской капусты – хибинская. Это наиболее скороспелый вариант пекинской капусты. Его выращивали еще в советские времена. Если кто-то помнит пакетики салата, которые продавались в овощных магазинах в советское время, чаще всего это была именно пекинская капуста сорта хибинская, а не настоящий салат. Является полукачанной. Она не образует настоящего плотного кочана, как сорта и гибриды, более распространенные, которые мы чаще встречаем в продажах. Кроме того, при выращивании в тепличных условиях, на гидропонике, либо на почве, это очень скороспелая капуста, отличающаяся достаточно нежным вкусом и хорошими такими качествами вкусовыми. Одной из холодостойких культур, которая не теряет популярности на протяжении многих лет, является такая культура, как шпинат. Единственное, это касается шпината посевного. Такие виды, как новозеландский шпинат, либо шпинат базелла, они не подходят для ранневесеннего сева, поскольку это более теплолюбивые растения. Их высевают, как правило, уже в конце мая, для того, чтобы получить всходы и урожай. Иногда его даже выращивают подзимним севом. То есть это культура, которая легко переносит охлаждение семян. Но единственное, что шпинат, полученный из подземних севов, очень быстро стрелкуется, быстро образует цветонос и грубеет. Поэтому для растянутого потребления его следует сеять в несколько сроков. Кроме того, популярной зеленой культурой является салат. Речь идет сейчас о салате латуке, который у нас наиболее распространен. И для выращивания и получения самого раннего урожая я рекомендую использовать листовые сорта салатов, а не качанные, поскольку качанные сорта созревают гораздо дольше. И для получения настоящего качана желательно выращивать рассаду, которую затем рассаживают, чтобы получить хорошие, красивые, хорошо развитые качаны. Но если вы все-таки решили вырастить качанный салат, следует помнить, что загущенные посадки качанного салата, хоть они и не образуют хороших полноценных качанов, но также можно использовать их в зелень, как обычный листовой салат. Из менее часто встречающихся культур можно также порекомендовать вырастить валерианеллу или полевой салат, либо корн-салат он называется в Европе. Это растение очень холодостойкое, оно очень часто выращивается в Европе под зимним посевом семян, либо очень ранневесенним посевом. Семена у этого салата прорастают достаточно долго, и для того, чтобы получить урожай как можно быстрее, его желательно перед посевом замочить. Семена у нее достаточно крупные, около миллиметра в диаметре, 1-1,5 миллиметра где-то такие светлые, поэтому их достаточно легко замочить, замачивают их во влажной ткани приблизительно на сутки, в теплом помещении, после замачивания хорошо промывают и подсушивают, прежде чем высеять. Самую быструю зелень петрушки можно получить, выращивая ее не из семян, а используя для этого корневища, которые были выращены в прошлом году. То есть у вас в прошлом году росла петрушка, вы ее посеяли, она взошла, и естественно осенью, после срезки листьев, у вас остались в земле корешки. Эти корни выкапывают, сохраняют в подвале, либо они могут зимовать на грядке, если у вас достаточно сухие условия. На глинистых почвах петрушка плохо перезимовывает, она очень часто выпривает, и высаживаются вот эти корешки в теплицу, либо в парничок, в пленочное укрытие какое-то. И зелень вы получаете очень быстро, поскольку корневище имеет какой-то запас питательных веществ, уже развитую корневую систему, и зелень отрастает гораздо обильнее, чем при посеве семян. Также можно получать зелень листового сельдерея, можно ускорить получение срезки листьев щавеля, тоже используется для этого корневища, которое вы выкопали либо накануне осенью и сохранили в подвале, либо, может быть, где-то у вас оттаяла раньше земля, и вы выкопали их в огороде. Также можно ускорить получение зелени различных многолетних луков, таких как лук шнит, лук слезун, лук батун, многоярусный лук. Естественно, выращиванием ранней зелени, использованием, использование пленочных укрытий не ограничивается. Также вместе с посевом зелени я всегда практикую посев холодостойкой рассады. Какие виды овощей можно высадить на рассаду в самые ранние сроки? Прежде всего, это ранние сорта качанной капусты. Эта культура в домашних условиях либо в теплой теплице образует гораздо худшие всходы, более вытянутую рассаду, худшего качества. Если она растет в более-менее таких естественных условиях, когда днем температура подымается, ночью опускается, и разница температуры составляет около 10 градусов, то качество рассада будет, несомненно, гораздо лучше. Кроме того, можно выращивать рассаду ранних сортов цветной капусты, чтобы получить ранний урожай. Также я всегда выращиваю на рассаду некоторое количество капусты брокколи, поскольку хочется получить свой ранний урожай как можно быстрее. Также вот эти пленочные укрытия, они очень хорошо подходят для посева на рассаду. Особенно это актуально для тех, кто проживает в более северных регионах, таких как Север или Центральная Беларусь, Прибалтика, северная часть России. Таких культур, как базилик, майоран, листовой сельдерей. Эти культуры высеваются в холодную достаточно землю, прорастают они неплохо, и потом их можно рассадить. Они так приживаются гораздо лучше, чем если вы их посеете в горшке дома и потом будете высаживать грунт. Качество рассада будет на порядок лучше, поверьте. Но немножко о том, какие парники наилучшим образом подходят для раннего посева. Прежде всего, это пленочные укрытия на основе различных дуг, в которых в качестве кроющего материала используется спонбонд или агротекстиль. Плотность спонбонда должна быть не менее 40 единиц на квадратный метр. Вообще оптимальной является плотность 60 граммов на квадратный метр. Это достаточно плотное укрытие. Оно очень хорошо защищает от сильных перепадов температур в случае ночных заморозков либо возвратных заморозков, когда температура может и днем опускаться на достаточно низкие температуры. Если вы используете пленочные укрытия, то на случай заморозка лучше иметь, если вы укрываете полиэтиленовая пленка, лучше иметь дополнительно возможность накинуть тонкий спонбонд плотностью 15 грамм на квадратный метр. Только для того, чтобы уменьшить охлаждение почвы под этим укрытием. Также очень хорошо используются парники на биотопливе. На биотопливе для таких посевов ускоряет получение ранней продукции овощной, устройство теплых грядок. Но эта работа, конечно, должна производиться с осени. То есть осенью мы готовим почву для посадки, а весной, как только у нас тает снег, мы можем использовать вот эту теплую грядку для посева наших овощей. Надеюсь, мой рассказ был для вас полезен. С удовольствием отвечу на ваши вопросы в комментариях. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok